Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум и уважаемые коллеги, которые за экраном находятся сегодня и являются активными, я надеюсь, соучастниками нашего форума. Этим слайдом мне хотелось бы сделать комплимент, показывая развитие кардио-онкологии, комплимент вам, уважаемые организаторы, уважаемые коллеги-клиницисты, которые, благодаря вашим усилиям, она развивается. От конференций к конференции появляются всё новые и новые материалы, которые крайне интересны в том числе и нам, специалистам лабораторной медицины. На этом слайде я попыталась показать, что на сегодняшний день появились новые рекомендации ЭСМО, рекомендации РУСКО, рекомендации СООМ. И несмотря на то, что появляются, естественно, дополнения какие-то очень важные, без внимания не остаётся и лабораторной медицины. И золотым стандартом на сегодняшний день по-прежнему остаются сердечные биомаркёры наряду с инструментальными методами диагностики сердечно-сосудистых нарушений. Это тропонин Ай, предпочтительно высокочувствительный, и, конечно же, мозговые натриуретические пептиды. Но вместе с этим на сегодняшний день появляется немало в литературе материалов, которые свидетельствуют о том, что данные маркёры всё-таки до конца не стандартизованы. И очень много противоречивых сведений о том, что и тропонины не всегда вовремя манифестируют, и натриуретический пептид не всегда отражают те или иные миокардиальные повреждения. Но, тем не менее, это золотой стандарт, и, тем не менее, это даёт нам посыл к тому, чтобы искать новые маркёры, которые позволили нам создать более объективную картину. Я позволила себе повторить тот слайд, который сегодня вы уже видели, о том, что кардиотоксичность... В данной ситуации сделан акцент на химиотерапию, но я бы позволила себе сказать кардиотоксичность комбинированного лечения, потому что это не только химиотерапия, это сочетание лучевой терапии и так далее. Но мне хотелось здесь сделать акцент на необратимые изменения и обратимые. Я чуть попозже поясню, почему я это делаю. Конечно же, существуют факторы сердечно-сосудистого риска, о них сегодня тоже говорили. Существует лечение онкологических заболеваний, потому что онкологически больной особенный прежде всего, потому что он имеет опухоль, а опухоль живёт своей жизнью и выделяет метаболиты и поглощает те или иные белки, которые создают ту или иную подоплёку для развития, в том числе и кардиологических... кардиопатологии. И, конечно же, от клиницистов зависит лечение, будут ли прогрессировать сердечно-сосудистые патологии или восстановится нормальная функция сердца. Здесь я не буду подробно останавливаться на факторах риска кардиотоксичности. Сегодня уважаемые наши эксперты говорили об этом, и я не буду останавливаться. Но хочу ещё раз обратить внимание, что на сегодняшний день противоопухолевая терапия, она настолько многогранна и схемы настолько неоднозначны, что, в принципе, любое сочетание химиотерапии, радиотерапии, таргетной терапии, иммунотерапии так или иначе воздействуют на организм и могут способствовать развитию в том числе кардиопатологии. Справа на рисунке отражены механизмы, основные механизмы, вызывающие кардиотоксичность противоопухолевых препаратов. Они отображены чёрным цветом. Клинически используемые терапевтические агенты, они отражены зелёным цветом. И потенциальный защитный агент синим цветом. Но, уважаемые клиницисты, я думаю, что вам этот слайд, в общем-то, вы уже сегодня об этом тоже говорили. И если сделать некий срез этого слайда, то я позволю себе остановиться на патофизиологических механизмах, которые так или иначе реагируют при развитии или при воздействии кардиотоксических агентов. Это оксидативный стресс, это растяжение миокарда, повреждение миоцита, нейрогуморальная активация, реомоделирование матрикса, воспаление, ренальная дисфункция. И здесь ещё ряд механизмов не указаны. Но, мне кажется, этого достаточно для того, чтобы посмотреть, какие биомаркёры на сегодняшний день используются для диагностики того или иного нарушения. И среди них есть ряд маркёров, которые повторяются. И в первую очередь я обращаю ваше внимание на СТ-2. О нём сегодня тоже уже говорили. Но если вернуться уже, так сказать, вектор, повернуть на лабораторную медицину, то, конечно, несколько слов скажу о том, какими функциями должен обладать маркёр. Конечно, это высокоаналитическая точность, это отражать важные патофизиологические механизмы, не дублировать и давать клинически важную информацию вовремя, достоверную, точную и так далее. Но самое важное – это поиск прогностических кардиомаркёров. И в этом контексте маркёр, который будет обладать высоким прогностическим потенциалом, который может манифестировать о наличии бессимптомных процессов, вот он нам представляется очень интересным. Ну и не могу не сказать о том, что наряду со всей, так сказать, структурой инструментальных методов исследования сердечной патологии, биомаркёры остаются всё-таки экономически более выгодными и позволяют быстро, неинвазивно, с точки зрения, по сравнению с инструментальными методами, осуществлять мониторинг. И ещё раз повторюсь, что маркёров, биомаркёров на сегодняшний день очень много, и вот которые претендуют на кардиомаркёры, да, потому что я неоднократно говорила, что в этом плане кардио-онкологии огромное спасибо, кардиологии, извините, огромное спасибо за то, что эти тесты были, так сказать, их исследовали в рамках фундаментальных и научных исследований, но нас должен привлечь маркёр, бесспорно, такой, который сегодня уже имеет регистрационное удостоверение, который можно использовать не только в научной практике, в научных исследованиях, но и в клинической практике. И фокус наш, опять же, повёрнут на СТ-2. Здесь та небольшая часть работ, которые на сегодняшний день посвящены этому маркёру, и должна сказать, что сегодня появились и замечательные отечественные обзоры, которые посвящены маркёру. Ведь на самом деле этот маркёр открыт достаточно давно, в 1989 году и только в 2002 стало понятно, что он может экспрессироваться сердечными клетками в ответ на миокардиальный стресс. И прежде всего этот маркёр имеет несколько изоформ, две из которых принципиально важны в реализации кардиопротективного эффекта. И речь идёт о олиганде, интерлекине-33, который в взаимодействии с СТ-2 мембранным, в взаимодействии, он осуществляет кардиопротективный эффект. Но если с ним начинает конкурировать растворимый СТ-2, изоформа СТ-2, то тогда снижается кардиопротективный эффект и развиваются процессы ремоделирования и фиброза сердца. Надо сказать, что это один из немногих, наверное, биомаркёров, которые изучались в когортных исследованиях, достаточно длительных и достаточно объёмных. И в первую очередь речь идёт о фраменгейнском исследовании, далласском исследовании, которые длились на протяжении 10 лет. И вот за период с 2012 по 2014 год были сделаны достаточно важные выводы, которые формулируются таким образом, что СТ-2 обладает прогностическим потенциалом, поскольку он за несколько лет, по данным исследованиям, может манифестировать о возникновении сердечных сосудов. Событий, извините. Он не зависит от функции почек, индекса массы тела, является маркёром отторжения трансплантата при пересадке сердца. И он может снизить риск повторной госпитализации в течение определённого срока и так далее. И надо сказать, что на сегодняшний день СТ-2 входит в перечень гайдлайнов американских по лечению сердечно-сосудистой недостаточности, что, в общем-то, опять же, способствует тому, что вектор на диагностическую значимость, прогностическую значимость СТ-2 крайне важен. Я позволю сегодня опять повернуть вектор на ту нашу пилотную работу, которую мы начали не так давно с точки зрения развития кардио-онкологии, которая была посвящена изучению неодевантной химиолучевой терапии. Каким образом она может влиять или не может влиять, может ли она навредить или не может она навредить в формате комбинированного лечения у больных в предоперационном периоде? И нами было тогда показано, что были исследованы тропонин высокочувствительный, цирреактивный белок высокочувствительный, НТ-про-БНП и, естественно, СТ-2. И мы увидели, что колебания тропонина были на самом деле в пределах референсных значений. Уровень цирреактивного белка также практически у нас не менялся. Но, конечно, я обращаю внимание, что любой клинический случай или любая исследовательская работа, она формирует какую-то определенную историю. В том числе и наша история, она вполне конкретна. Уровень НТ-про-БНП был повыше в тех группах, где применялся химиолучевой компонент. И также СТ-2 статистически значимо был выше. Независимо от того, была ли сердечно-сосудистая патология или нет, он привносил определенный эффект, который виден на слайде. Возвращаясь к тому фрагменту, которым мы сегодня занимаемся, сегодня мы оцениваем риски кардиотоксичности у больных, которые получают химиотерапию. В различных режимах, к сожалению, систематизировать эту группу небольшую, в которую вошло 48 пациентов, очень сложно, потому что каждый пациент индивидуален, но тем не менее это формирует индивидуальные подходы, возможности индивидуальных подходов. Значит, схемы совершенно разные. Время введения препаратов неоднозначно, оно тоже не стандартизовано. И не стандартизованы курсы. Здесь есть в этой когорте больных, точнее в этой группе больных, пациенты, которые получили один курс полихимиотерапии, два, три, четыре и шесть курсов. И поэтому нам было очень сложно сегодня сделать более объективный анализ. И мы позволили пойти от противного и поступили следующим образом. Значит, мы разделили больных по нозологии, больные с солидными опухолями и больные с лимфопролиферативными заболеваниями. И что мы увидели? Что медиана значения СТ2 была в два раза ниже, чем у больных с лимфопролиферативными заболеваниями. Эти различия статистически значимы. Но с точки зрения появления кардиологических осложнений, мы решили посмотреть, а в какой же группе встречались чаще данные осложнения. И в качестве индикатора мы использовали электрокардиограмму. И разделив каждую из групп на две подгруппы, где часть больных имела нормальные значения СТ2, и часть больных имела повышенные значения. В данном случае 35 нанограмм в миллилитре – это точка кат-офф. И что мы увидели? Там, где у больных с солидными опухолями нормальные значения, 14 пациентов не имели осложнений. И только, извините, 14 пациентов имели осложнения. 8 пациентов ой, извините, я немножко разволновалась. Значит, в этой группе, где котов, где уровень СТ2 ниже 35 нанограмм в миллилитре, это 14 пациентов. А там, где выше 35 нанограмм в миллилитре, только 8 пациентов. И осложнения, согласно электрокардиограмме, наблюдались у больных с нормальными значениями СТ2 у 5 пациентов. И у больных с повышенным уровнем СТ2 только у 2 пациентов. Совершенно другая картинка наблюдалась в группе с лимфопролиферативными заболеваниями. СТ2 при нормальных значениях было только 5 человек, а с повышенными значениями 21 человек, с осложнениями по данным электрокардиографии 2 пациента при нормальных значениях СТ2 и при повышенных значениях 11 пациентов. Восстановление функций по данным ЭКГ по окончании химиотерапии очередного курса, потому что каждый пациент находился на разном этапе прохождения химиотерапии. Мы обнаружили только у одного пациента, когда у него наблюдались метаболические, неспецифические нарушения миокарда. И к окончанию 4 курса восстановились. Функция миокарда была восстановлена. И один пациент, у которого были высокие значения СТ2, у одного пациента к концу третьего курса наблюдалась нормализация уровня СТ2. Вот такая вот картинка выглядела в результате приведенного анализа. Я позволю себе позволить привести несколько клинических случаев, которые отражают следующую ситуацию, что если СТ2 повышена, выше точки котов, то по истечении определенного срока, вот в данном случае больная 34 лет с клеточной лимфомой, она через два месяца на ЭКГ была обнаружена умеренная синусовая тахикардия, депрессия СТ1, аномальная репарилизация миокарда с нарушением метаболических процессов. Также больная с лимфомой Ходжкина имела еще более высокую концентрацию СТ2, у которой спустя 4 месяца также обнаружились на ЭКГ неспецифические изменения миокарда, по-видимому, дисметаболические. Это примеры у больных с лимфопролиферативными заболеваниями. И два примера клинических больных с солидными опухолями. Больная рап правой молочной железы СТ2-71 нанограмм в миллилитре, при этом НТ-пробин-П нормальный, но спустя 2 месяца заключение кардиолога кардиомиопатии на фоне химиотерапии. Хроническая сердечная недостаточность с сохранением фракции выброса 58% перикардит. Вторая пациентка 64 лет, тоже рак молочной железы. У нее, кстати, повышение наблюдалось не только СТ2, но НТ-пробин-П 450, что, так сказать, клинически значимо и манифестирует о наличии серьезных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. На ЭКГ было обнаружено кальциноз, фиброз стенок и корни аорты в динамике увеличения дилетации левого предсердия и левого желудочка, фракция выброса на нижней границе нормы и диастолической дисфункции левого желудочка. И я немножечко подробно остановилась на этих примерах, прежде всего потому, что, глядя вот на эту таблицу, мы видим, что у нас 11 пациентов имели осложнение по данным ЭКГ в группе с лимфопролиферативными заболеваниями, когда у 21 пациента было замечено повышение уровня, но 10 пациентов оставались с высоким значением СТ-2, и мы, так сказать, поскольку этих больных отслеживаем, они находятся в зоне нашего внимания, мы будем наблюдать, как будут развиваться клинические события, поскольку больные находятся, прежде всего у них идет прогрессирование опухолевого процесса, и, естественно, меняются схемы химиотерапии, и меняется продолжительность курсов и количество курсов, поэтому вот мне кажется, этот факт достаточно интересен. И в заключение я хотела бы сказать, прежде чем я сделала заключение, хотела обратить ваше внимание, вы мне можете задать вопрос, а почему вы не показали, как меняется НТ-2, НТ-проби-НП у этих пациентов, но должна признаться, что в связи с пандемией у нас небольшая задержка с поступлением реактива, как только мы получим, мы завершим это исследование и обязательно покажем эти результаты. Но так или иначе, уже на той базе, которую мы получили, можно сделать следующее заключение. Исследование концентрации СТ-2 как в самостоятельном режиме, так и в рамках мультипараметровой панели дают многообещающие результаты для возможного выявления субклинической кардиотоксичности во время лечения рака, имеют потенциал для выделения группы пациентов с риском развития кардиотоксичности как до начала лечения, так и в отдаленный период. Благодарю за внимание. Продолжение следует...